Всем привет, друзья! Я сейчас в Швеции, в Стокгольме, и нахожусь рядом со Стокгольмской ратушей. Стокгольмская ратуша, та самая ратуша, в залах которой, в голубом зале которой, вручается Нобелевская премия. Приехать сюда, в Стокгольм, в самый центр шведской столицы, для тест-драйва автомобилей, который предназначен фактически только для российского рынка, если говорить о Европе, немножко, конечно, наверное, странновато, тем более, что на этом автомобиле висят российские номера 39-го региона. Вы уже, наверное, догадались, да, почему? Потому что этот автомобиль собирается на Автоторе, на заводе Автотор, там, где собираются практически, в общем-то, вся гамма автомобилей Kia, которые продаются на российском рынке. И этот автомобиль совершенно новый, большой седан, который приходит на смену модели Coris. Новый Kia K900. Я не ошибся, именно K900, потому что имя Coris теперь можно забыть. У Coris, в общем-то, было три имени. Это K9, так он продавался под таким именем на корейском рынке. K900 в Америке, в Канаде. Ну, а у нас на российском рынке назывался Coris. Теперь Coris нет этого имени. Все, умерла, только умерла. Наша машина тоже будет называться, как и американская, K900. Самое главное, что нам нужно знать перед тем, как мы сядем в эту машину. Первое. Все K900 для российского рынка полноприводные. Раньше, как вы знаете, одной из особенностей, да, Coris, было то, что это был задний привод. И особенно на машинах с мотором V8, с мощным 5-литровым двигателем, конечно, задний привод по зиме был не самым лучшим решением. Итак, значит, полный привод. Второе. Два мотора. V6, 3,3 литра, и V8, 5-литровый. Вот именно V8 на этой машине и стоит. 5 литров, V8, то есть эта машина в топовой комплектации. Самый, так сказать, топов-зэ-топ, что будет на нашем рынке. Ну и, наверное, еще самое главное из того, что я не сказал, с кем будет конкурировать K900. Чтобы мы уж совсем въехали, как говорится, в тему. По размерам он очень близок к S-классу, к 7-ке BMW, но конкурировать будет с машинами классом пониже. То есть позиционировать его будут против E-класса и против 5-ки BMW. А поскольку в этом классе практически процентов, наверное, 60 сейчас автомобилей продается полноприводных, то как раз для нашего рынка K900 будет, наверное, той самой машиной, которая должна, по идее, успешно сменить кори. Что сразу бросается в глаза в этом автомобиле? Вот давно уже нет машин, которые что-то нам открывают. Ну, какую-то идейку такую, что-то такое, чего раньше не было. Вот в K900 есть одна такая фишка. Это руль. К сожалению, вот в таком варианте решения это коричневая такая кожа. Здесь весь салон коричневый. И руль, соответственно, обтянут коричневой кожей. Не видно этой детали. Но на автомобилях с бежевым рулем и с черным рулем это ярче видно. Здесь деревянная вставка. И сделана она по форме штурвала. Вот как будто штурвал от какой-то компьютерной игры взят. Или чем-то похож даже на штурвал Формулы-1. Если кто-то видел или если тем более держал в руках штурвал Формулы-1, сразу поймешь, что чем-то похоже. И вот этот как бы штурвал вписан, собственно говоря, в обод. Вот эта вещь, еще раз повторю, заметна и очень хорошо на машинах со светлым салоном. Выглядит очень привлекательно. Такое впечатление, что корейцы, ну если не изобрели руль, то предложили очень такое необычное дизайнерское решение, которое, как мне кажется, через какое-то время довольно скоро будут копировать и другие производители в том или ином виде. В остальном здесь все сделано довольно лаконично, без каких-либо выкриках. Вот та сдержанная интеллигентность или сдержанная роскошь, которую пытались корейцы нащупать. И, кстати говоря, именно поэтому мы здесь около ратуши стоим. Там тоже интерьер такой спокойный, северный. Вроде бы комфортный, но вроде бы чуть-чуть холодный. Вроде бы дорогой, но при этом такой спокойный, дорогой. И вот в K900 тоже нет каких-то деталей, которые выедают глаз странными решениями. Нет каких-то перепадов высот по цветоподбору или по каким-то кнопкам. Все предельно лаконично сделано. И я думаю, что многим это понравится. Ну, не знаю, во всяком случае у меня ни одна деталь здесь не вызывает отторжения. Может быть и восторга особого нет, но и отторжения тоже. Есть маленькие детальки, которые очень приятно смотрятся. Ну, вот, например, Marisa Lacroix часы. Не самый дорогой бренд, но все-таки это швейцарские часы с очень приятной такой, я даже не пойму, то ли розоватой-голубоватой, вот какой-то такой подсветкой. С заднего сиденья, кстати, они смотрятся даже лучше, чем с переднего. Такой очень благородный, приятный и, по-моему, даже очень модный цвет. Клавиши остальные здесь на центральной консоли вытянуты в одну такую вот, как бы, две такие линии, немножко изгибающиеся. Чем-то похоже вот это решение на то, что как сделан сейчас Hyundai Palisade большой кроссовер. Ну, и на некоторых других автомобилях Kia и Hyundai что-то похожее есть. То есть это общий такой прием, фактически набор решений, которые фирма теперь эксплуатирует на своих автомобилях, что, в общем-то, наверное, правильно. Вот это похоже на дерево, но мне кажется, это шпон. Узнаю попозже у инженеров, расскажут. Ну, в общем, такая структура очень приятная и не залакированная, чувствуется фактура дерева, очень приятно. Эта же поверхность, это же решение сделано вот на этой горизонтальной поверхности. Здесь по звуку как будто металл, но все-таки, мне кажется, это крашеный пластик. Наверное, больше на это похоже. Ну, и панель приборов, естественно, цифровая рисованная. Это уже такое общее, наверное, место для современных автомобилей этого класса. Ничего, опять же, особенного нет. Два больших циферблата. Слева спидометр, справа тахометр. И огромный дисплей, большой, центральный, на который вводится все на свете. От навигации до настройки климат-контроля, телефона и так далее. То есть, еще раз говорю, ничего сверхъестественного, но при этом ничто не выедает глаз. Вообще-то говоря, главное место здесь, конечно, вот это. Правое заднее. Ну, я вот сел слева, не знаю сам почему так получилось, это неважно. Значит, в чем К900, чем К900 мне очень нравится? Тем, что, на мой взгляд, корейцы подошли вот к нынешнему, 2019 году на том уровне, когда интерьерные идеи и интерьерные воплощения стало, поднялось на такой уровень, когда действительно уже можно говорить о том, что они достигли очень многого. Я не хочу сейчас сравнивать какие-то решения с семеркой BMW, хотя они напрашиваются некоторые. Ну, например, вот плафон освещения с макияжным зеркальцем, ну, практически вот а-ля BMW-шные. Или какие-то линии, которые нам напоминают S-класс. Это не так важно, потому что все немножко по-другому сделано. Но общее ощущение, что как сделаны какие-то панельки, как сделана металлизированная окантовка, все в таком хорошем ансамбле находится, здесь приятно находиться. Опять же, если сейчас пересесть в S-класс, мы найдем там какие-то более, может быть, интересные решения. Вполне возможно. Но вот общее ощущение комфортного такого убаюкивающего состояния в K900 есть. И это, мне кажется, здорово. Ну, и самое главное, раздельные задние места, да, вот такой огромный центральный здесь, центральный консоль с регулировкой всего и вся, сидение отдельно регулируется. Переднее сидение, вот здесь есть кнопка, значит, правый пассажир может его, пожалуйста, подвинуть вперед, назад. Здесь есть кнопка, сложить вообще можно переднее сидение вперед и практически здесь развалиться, вот в таком полулежачем положении. Выдвигающиеся, пожалуйста, здесь подстаканники я могу пока сюда воду убрать. И пульт управления. Что, на мой взгляд, вот по первости, вот то, что я заметил, не хватает. Чего? А, например, того, что климат-контроль здесь однозонный. То есть регулировка температуры одновременно производится для двух половинок, для правого сидения и для левого сидения. Здесь есть и второе значение, но оно показывает забортную температуру, то есть наружную температуру воздуха. Что еще? На каждом из задних сидений, сейчас мы вот это попробуем вернуть назад, а может, я не знаю, как его вернуть. Вот оно возвращается. Вы видите два дисплея, на которые можно вывести и навигацию, и, например, что еще можно сделать? Вывести какие-то другие. Сейчас еще раз home. Вот. Навигацию, можно радио, можно с мультимедийкой поиграться, кондиционер настроить и прочие какие-то настройки произвести. Но экранчики не сенсорные. Это не тачскрин, они закрыты таким то ли стеклом, пластиком, пластиковым а-ля стеклом, и, соответственно, не работают. Можно регулировать только с помощью вот этой вот шайбы. Такой джойстик, он крутится, и можно какие-то управляющие действия производить. Вот, кстати говоря, ратуша изображена. Ну, опять я пытаюсь двигать, не работает. Вот, то есть какие-то вещи, конечно, упрощенно сделаны. Но в целом атмосфера, в общем-то, мне нравится. Здесь есть площадка для беспроводной зарядки телефона. Он вот так здесь вставляется и утапливается туда вниз, вертикально стоит. Что еще хорошего? Ну, такая оригинальная здесь приятная подсветка. И, наверное, вам не видно, здесь приятная такая вот в данный момент синяя амбиентная подсветка интерьера. То есть, еще раз, по запасу пространства, по каким-то решениям, на мой взгляд, К900 находится где-то посерединке между Е-классом, Мерседесом и С-классом. Ну, или там между пятеркой и семеркой BMW. То есть, не топов за топ, но очень-очень вполне приятно и комфортно. Вот я сейчас попробую откинуть. А, уже откинуто сиденье у меня до упора. Вот, можно вот такую позу принять. Я за водителем среднего роста, со своими длинными ногами, 186 см рост, в принципе, вполне комфортно здесь могу расположиться. Здорово! Только что здесь еле-еле вытащили машину, которая пыталась с парковки заехать, подняться в гору. Ну, подцепали песочку вот там, и вроде как кое-как люди выехали. А полный привод на таком автомобиле, как К900, как раз для этого и нужен. Здесь очень скользко, шины у нас не шипованы. Сейчас попробую тронуться. Ну, вы поняли, чего нужен в этом автомобиле полный привод, да? Не для проходимости какой-то особенной, хотя подъем в гору тоже, наверное, можно считать проходимостью. В общем, полный привод нужен для уверенности на скользкой дороге. Подняться в гору, в Стокгольме подъемов полно, в Москве они тоже есть, у нас в городках периферийных таких дорог тоже навалом. Зимой даже на шинах не шипованных, вот на таком почти льду, он там не голый лед, за цепом каким-то, но все равно очень скользко стоять. Во всяком случае, в моих ботинках было тяжело. Пожалуйста, мы спокойно трогаемся. Здесь, естественно, Куорис, предыдущий автомобиль, там бы сейчас смотрелся очень бледно, и скорее всего мы бы не заехали. Заехали бы ходом в ту же самую горку, но вот если бы я остановился, то уже подняться было бы, скорее всего, невозможно. Потому что Куорис, как вы знаете, был исключительно заднеприводным. А К900, несмотря на то, что эта платформа изначально заднеприводная, с наличием полноприводной версии, и в Корее, на корейском рынке, эта машина под именем К9 продается и в заднеприводном варианте, у нас в России будет только полнопривод. Ну, подобно тому, как Genesis у нас продает только полноприводные автомобили, так и К900 у нас будет только полноприводная. Вот для чего нужна такая трансмиссия. Кстати говоря, если уж говорить о проходимости, клиренс здесь совсем такой скромный, 150 мм, причем, как говорят корейцы, это они еще машину адаптировали для российского рынка. На других рынках в Америке, например, это всего 135 мм, ну то есть совсем мало. Поскольку вообще у многих, у большинства автомобилей такого толка, все-таки основной акцент делается на задних колесах, на задней оси, в К900 та же самая история. Основная ведущая ось задняя, на переднюю передается до 50% крутящего момента, а в режиме спорт, он здесь есть, мы его попозже попробуем, 80% крутящего момента идет назад и только 20% вперед. Ну вот мы выбрались на автобан, погода отвратительная, как в Москве, все продолжается слякать и все время мы в каком-то водяном, может быть даже и соляном тумане, потому что машины, многие машины здесь именно в Стокгольме покрываются тоже белым налетом в такую погоду. Хотя вроде бы визуально не видно, чтобы дороги посыпали солью. Ну и песком иногда сыпят не только гранитные крошки, как принято у нас считать. Подвеска, вообще к ней вопросов никаких, так же как, впрочем, и к рулежке. То есть я еду без каких-либо проблем. И вот вспоминая Кворис, на котором я как-то прокатился года 3 или 4 назад, тоже в такую же зимнюю слякотную погоду, только задний привод, был 5-литровый двигатель, много снега в Москве выпало, и я проездил 2 дня вот в полном отрыве от автомобиля. Машина сама по себе, я сам по себе, я плюнул, поставил этот Кворис обратно и больше не ездил, поскольку просто не понравилось. А К900 гораздо ближе ко мне, и я его чувствую. Ну, скорости сейчас небольшие, здесь везде ограничения, половину мы проехали со скоростью 78, сейчас ограничение 100, я где-то около стольника и еду, 100, может быть 110. Руль стал поприятнее, вообще ощущение автомобиля стало приятнее, во многом еще и потому, что электроусилитель здесь теперь висит на рейке на рулевой, а не на рулевом валу, как это было раньше. И, конечно, это огромный плюс. Кроме того, рейка сама с переменным шагом нарезана, поэтому, когда крутишь руль на большие углы, где-то в городе, на парковке, то колеса поворачиваются быстрее, а, соответственно, при прямолинейном движении, при небольших углах отклонения руля нет излишней нервозности, это хорошо. То есть, сочетание рейка с переменным шагом, электроусилитель и немножко такое чуть-чуть поджатое, как бы приспортивленное шасси дает лучшее ощущение автомобиля. Это, наверное, главное, что можно сказать. Ну, и если вспоминать тот Quorys, на котором я ездил, надо сказать, что, напомнить, что у Quorys в топ-исполнении была пневмоподвеска. Ну, и у пневмоподвески, как обычно, вы знаете два плюса. Первый – это хорошая плавность хода, как бы, всегда подразумевалось. И вторая – возможность увеличения клиренса. И на Quorys, если мне память не изменяет, можно было на 35 мм прибавить клиренс относительно базы. Теперь пневмы вообще нет. Теперь только электроэлектронно регулируемые активные амортизаторы. Хорошо это или плохо? Ну, вот если вспоминать все, что было раньше, там, лет 15-20 назад, вспоминать первый Allroad Audi, который появился когда-то с пневмой и удивил нас фантастической плавностью хода, фантастическим вообще ощущением, новым ощущением автомобиля, когда машина буквально летела над дорогой, и ты, с одной стороны, кайфовал, с другой стороны, абсолютно терял связь с действительностью. Ограничение 60 в городе, а ты уже едешь 100. Ну, как так? Вроде только газку чуть-чуть прибавил. Настолько это был кайф? То сейчас история уже другая. Сейчас трудно вспомнить автомобили, которые с пневмоподвеской едут принципиально лучше, чем автомобили на обычной железной подвеске. Почему? Потому что железные подвески с активными амортизаторами стали уже немножко другими. И они едут действительно такие автомобили хорошо. Вот машина с пневмой, которая реально едет лучше, чем на обычной пружинной подвеске, ну, наверное, я могу вспомнить только S-класс. Ну, еще там есть пара, наверное, Mercedes, которые действительно едут лучше. А в остальном не вижу принципиальной разницы и не вижу смысла переплачивать за пневму по сравнению с хорошей пружинной подвеской. И вот K900 на своей пружинной подвеске с активными амортизаторами нравится мне гораздо больше, чем уходящий QORIS топовый на пневме. Хотя на K900 длинная гарантия, это 7 лет или 150 тысяч километров пробега с межсервисным интервалом 15 тысяч километров, но все равно, зачем лишние проблемы, если их можно избежать? Это по подвеске. Теперь по мотору. Мотор, в принципе, тот же самый, что было на QORIS. Это V8, 5 литров, 413 лошадиных сил, но с небольшими доработками, с небольшими изменениями. Что в нем изменилось? Первое, это изменили давление впрыска бензина со 130-150 бар, как было раньше, до 200. То есть давление, это первое, давление повысили. Второе, датчики контроля состава рабочей смеси топливно-воздушной с бинарных поменяли на широкополосные. Инженеры говорят, что это дало тоже свою лепту, внесло более точное приготовление топливной смеси. Соответственно, лучшие характеристики двигателя и меньше расход топлива при тех же самых условиях. Ну и специальным составом покрыли маслосъемные кольца ради снижения, дополнительного снижения трения. Ну вот это практически все изменения, которые были принесены в этот мотор. Принципиальных различий я, с одной стороны, не вижу, потому что едем все время, ну сколько там, в 15-20% газа. Быстрее-то я и не ехал, и не давил. Но мне кажется, что машине стало чуть легче как будто дышать. Это не из-за того, что она стала легче, хотя применяли разные ухищрения. Например, капот алюминиевый чуть легче, по-моему, на 6 кг стального. Картер заднего дифференциала тоже алюминиевый, он тоже легче. И два рычага алюминиевых появились в задней подвеске. Но это все там несколько килограмм. Принципиально машины легче не стало, но мне кажется, да и не кажется, я уверен, вот по тем режимам, во всяком случае, в которых я еду, что новый автомат работает, восьмиступенчатый, гораздо лучше. И вообще связка двигателя и автомат в этих спокойных условиях работает гораздо интереснее, гораздо приятнее, комфортнее. То есть, вот для спокойного перемещения в пространстве, К900, ну, в общем, мне кажется, подходит прекрасно и закрывает все вопросы, которые при вот таком, при такой езде можно предъявлять к автомобилю этого класса. Ну вот, я пересел на версию V6, 3.3, 249 лошадиных сил, все то же самое, тот же уровень оснащения топовый, тот же полный привод, заднего нет, как я уже говорил. Ну, другой мотор и немножко другие настройки шасси. Первое впечатление, вот я еду на автомобиле буквально 5 минут, мне эта версия, 249-сильная V6, нравится гораздо больше, чем 5-литровая. Почему? Вот как-то я сразу к ней присиделся и чувствую, что такое ощущение, что я давно с этой машиной знаком, хотя проехал всего 5 километров. 5-литровая машина, на мой взгляд, имеет избыточную мощность и единственный реальный плюс, который я вот для себя отметил, это то, что при сумасшедшем запасе тяги, и мы вот с коллегами тоже это обсуждали, практически незаметный момент переключения. Ты работаешь в преспокойной особенной езде, на малом газу, тяги всегда навалом, с перебором, поэтому по большому счету неважно, какая передача в коробке сейчас включена. То ли она с пятой на седьмую перескакивает, то ли с восьмую на шестую, все сглажено, очень такой плавный ламинарный поток. На V6 какие-то ступеньки уже начинают чувствоваться, но это только в сравнении с V8. Если никогда на V8 ездил, вот я сейчас тоже в спокойном, в таком же режиме еду, ничто мне не мешает, мне этого мотора, опять же, в данных режимах хватает, и коробочка работает, на мой взгляд, тоже хорошо. Мне гораздо сейчас в спокойных режимах больше нравится подвеска и рулевое управление. Как-то я ближе к этому автомобилю, лучше его чувствую, и просто мне приятнее, комфортнее ехать. То есть такое ощущение, что я пересел на более собранный, более отточенный автомобиль. И удивительно, что здесь и подвеска, на мой взгляд, работает лучше. Почему удивительно? С одной стороны, здесь шины меньшего диаметра, 18 дюймов против 19, и чуть повыше профиль. Там 45-й профиль, здесь 50-й. То есть, по идее, шинка работает получше, успешнее справляется с какими-то мелкими неровностями, с одной стороны. Но с другой стороны, сами шины по себе, зубастие. Там стоял Michelin Alpine, а здесь X-Size. То есть, шина уже для более грубой такой, не европейской, а скорее российской зимы. По идее, на мой взгляд, какие-то вещи она делает лучше, она помягче, но какие-то вещи она может быть делает грубее. Но в сумме, в комплексе, все-таки, на этой машине, с этими шинами ездить приятнее. По поводу клиренса. Я уже говорил, что клиренс против других рынков 135 мм, у нас 150 мм, плюс 15 мм. И я сразу сказал, что это тоже, в общем-то, не бог весь что. Но поездил побольше, в том числе по колеям, очень много было моментов, когда я думал, ну вот, сейчас я задену пузом, вот сейчас я поскребу здесь. Но проезжаешь, и ни звука нет. Это говорит о том, что все-таки, наверное, 150 мм для легкового автомобиля, это же не кроссовер, наверное, все-таки хватает. В любом случае, это лучше, чем 135 мм, и в большинстве случаев, во всяком случае, в больших городах, где снег хоть как-то чистят, я думаю, что этого хватит с лихой. Первоначальные мои, видимо, такие довольно жесткие оценки были связаны тем, что мы в этом смысле все испорчены кроссоверами и логанами с грантами. О чем я еще не сказал? О том, что машина позволяет менять ездовые режимы. Есть несколько режимов. Эко, кастом, где регулируется в индивидуальном порядке разная система, комфорт и спорт. И в комфорте машина немножко расслабляется. Она такой становится не то, чтобы гораздо более комфортной, а скорее разваленной. Такое вот у меня ощущение такого легкого такого желе, как будто кузов или во всяком случае мое сидение едет отдельно от шасси. И чуть-чуть меняется звук. Вот я сейчас попытаюсь разогнаться вот с 80 до разрешенных 110. Это в комфорте. А теперь в спорте. Тоже с 80. Вот они, 80 до... Чуть-чуть вот поярче на верхах, чуть-чуть поярче звук, но это прям в нюансах. Это уловят только люди, у которых хороший почти музыкальный слух. По большому счету разницы никакой. Но в спорте ехать приятнее, потому что рулек чуть-чуть поджимается. Даже сидение, боковая поддержка чуть-чуть тебя поджимает и держит уже поплотнее. И в целом создается ощущение, что ты не на спортивном автомобиле, естественно, едешь, но машинка вот собранная. И как-то мне проще с ней общаться. Я прекрасно себя чувствую, мне удобнее ехать. И если бы я ездил на К900, то, видимо, я все время бы ездил в спорт режиме. Ну, конечно, приятно и то, что при наличии полноприводной трансмиссии, даже при резких разгонах, а дорога сейчас очень скользкая, все едут очень аккуратно, чувствуешь, как машина начинает подволакивать под полным газом, но все равно курсовая устойчивость очень высокая. И, как я уже говорил, поскольку электроусилитель расположен сейчас на рейке, а не на рулевой колонке, конечно, связь с автомобилем, связь с колесами, понимание того, что происходит с автомобилем в данный момент гораздо выше. То есть, если вот резюмировать все вместе, понятное дело, что К900 это не спорткар, и никто из него и не пытался такую машину сделать. Понятно, что есть автомобили, которые чуть более талантливы в каких-то вещах, и BMW по той же подвеске, и Mercedes, например, по плавности хода. Вот какой-то товарищ улетел, смотри, отбойник собрал и улетел, да, в кюве. То есть, сейчас очень скользко, причем улетел кроссовер тоже полноприводный. То есть, полный привод это не панацея, есть надо, конечно, аккуратно. Вот, а есть автомобили, которые в каких-то отдельных талантах, безусловно, К900 обыгрывают, но если мы берем в совокупности хороший атмосферный мотор V6, полный привод, прекрасная комплектация и адекватные цены, то в сумме, я думаю, что у этой машины есть шанс собрать немалое количество покупателей, ну, во всяком случае, по сравнению с тем, что смог Куорис. Куорисов было продано, как я уже говорил, с 2013 года 2222 автомобиля. Вот такая красивая цифра, одни двойки, 2222. С 2013 года. Ну, в принципе, не так много. Могло бы, наверное, и больше их разойтись. Но та машина была все-таки еще старой школы, с определенными недостатками. У меня с ней отношения вообще не сложились. А с К900 машина уже такая немножко другого уровня, другого поколения. И, наверное, она будет в первую очередь, конечно, конкурировать с G90, это Genesis. Ростыники родственниками, но компании Hyundai, которому принадлежит бренд Genesis и Kia, это все-таки такие заклятые друзья. Они друг у друга пытаются и рынок кусочками отхватить, и машину поинтереснее сделать. И поэтому у них на схожие автомобили. И ценники разные, хотя агрегатные базы, как мы знаем, набираются, в общем-то, с одной и той же практически полки комплектующих. Но, тем не менее, они друг к другу спорят. И вот G80, это все-таки, наверное, будет один из главных конкурентов. Кроме того, большая немецкая тройка, да, в первую очередь, E-класс и пятерка BMW. Конечно же, еще и Audi A6, новая шестерка. И вот посмотрим, насколько K900 будет успешна в борьбе с такими машинами. По мотору, кстати говоря, тоже очень важно, не отметил, что среди всех автомобилей версии K900 только на нашем рынке есть вот эта модификация V6 3.3, атмосферная версия этого двигателя. То есть на турбо ставится на других рынках, да, а атмосферная только у нас. В принципе, наши люди, естественно, больше любят атмосферники по понятным причинам. Поэтому я думаю, что это правильное решение. А вообще мотор, как я уже говорил, в чем-то конструктивно близок к тому, что устанавливается на Sorento Prime, но все-таки это разные двигатели. Очень такая прикольная фишка эта машина. Это подсказка водителю, что происходит справа или слева при обгоне. Вот я включаю поворотник, и сразу вместо левого циферблата возникает у нас изображение. Вот сейчас не видно, к сожалению, потому что камера грязная, и мы видим только грязь. Но вот там машина видно. Вот она, вот она появилась, машинка водителю подсказывает. Соответственно, если включить правый поворотник, вот сейчас видна обочина. Если бы машина ехала в соседнем ряду, то было бы ее видно. В принципе, интересная фишка. Мне она не нужна, потому что я такой старорежимный человек. Я к аналоговым вещам привык. Мне вполне хватает хороший зеркал. Никакие подсказчики не нужны. Но вот с тех пор, как подобная система появилась на, если мне память не изменяет, на Хонде Аккорд, вот прогресс дошел до того, что теперь уже вместо циферблатов, ну, на цифровой панели приборов это гораздо проще реализовать, появляются такие подсказки. Но очевидно, что забывчивым, невнимательным водителям, наверное, это неплохая подсказка, неплохое подспорье в сложной дорожной ситуации. Ну, и еще я хотел сказать о центральной консоли. Поскольку автомобиль ориентирован все-таки на людей, ну, такого более, наверное, старшего возраста, да, не на молодежь явно, инженеры, дизайнеры боролись с тем, чтобы уменьшить количество кнопок и клавиш вообще на, вот, в передней части салона. На Аккорис их было гораздо больше, 91, сейчас их всего 73, то есть минус 18. Какие-то функции зашили в дисплей, в мультимедийную систему. Вот насколько людям в возрасте, да, ну, старой формации удобнее работать с дисплеем, а не с кнопками, это, конечно, большой вопрос. Очень лаконично, есть такая фишка, когда подносишь палец к кнопкам, кнопки загораются, подсветка работает чуть ярче. Вот сейчас этого не видно, хотя функция включена, но я думаю, что еще довольно светло на улице, а так она будет работать. Подносишь руку или палец, и, соответственно, понимаешь, что ты, какую кнопку ты сейчас будешь нажимать. Ну, и вот этот дисплей огромный, да, 12,3 дюйма по диагонали, это тачскрин, им можно пользоваться по тому же принципу, как и со всеми современными дисплеями, как на смартфоне. Очень удобное, хорошее разрешение, адекватно очень работает навигация. И, в принципе, бродилка по меню, который управляется джойстиком на центральной консоли, здесь вот минимум кнопок, джойстик вот такой крутится, перемещается по четырем позициям, и несколько кнопок, меню, хоум и бэк, интуитивное, понятное управление. Вот здесь, мне кажется, с этой системой справятся все, и те, кто привык к смартфонам уже с рождения, и у людей старшего возраста тоже проблем, наверное, никаких с этим не будет. Ну вот, скандинавский день закончился очень быстро, время 5 часов вечера, темень хоть глаз выколи, мы вернулись в Стокгольм из нашей небольшой поездки, и мой выбор очевиден. Это версия V6. Можно выбирать уровень оснащения, их два. Ну вот V6, 3,3, на мой взгляд, это правильный автомобиль. Сегодня объявили цены, и, в общем-то, мы сейчас можем о них подробно поговорить. Я сейчас возьму прайс-лист. Давайте посмотрим, что получается. Итак, V6, 3,3, 249 лошадиных сил в комплектации люкс. Это 2,9, ну почти 3 миллиона рублей, 2 миллиона 969 тысяч. В комплектации престиж, то есть практически верхняя для V6, это 3 миллиона 499 тысяч, то есть 3,5 миллиона. То есть фактически уровень квориса. И есть еще комплектация премиум, это топовая. V6, 3,9 миллиона рублей, а V8, 5-литровая, 4,4 миллиона рублей. То есть цены примерно те же самые на принципиально новую машину, и, конечно, на более интересную, на гораздо более продвинутую, современную, полноприводную машину. И мне кажется, в этом смысле корейцы молодцы. Они уже провели подробные сравнения и говорят, что K900 примерно по той же цене продается, что и Genesis G80, но 2-литровый. То есть 2-литровый Genesis Turbo, а Turbo у нас не очень любят, с чуть более простым уровнем оснащения, стоит тех же денег, что и K900. E-класс 2-литровый Mercedes тоже плюс-минус тех же денег, но с гораздо более простым уровнем оснащения и с 2-литровым мотором. Поэтому по деньгам, если говорить только о деньгах и о наборе оснащения, если не говорить о шильдиках, не говорить о престиже и прочих вещах, о прочих шорах, то, в общем-то, K900 это достойное предложение. А каким будет рынок для него, посмотрим. Тут уже каждый голосует рублем, ну и своими хотелками. Счастливо пока, подписывайтесь на наш канал, мы вам будем показывать много-много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok